Столовая номер один. Я хочу показать здесь сразу. Есть семга, чебуреки, все остальное. Ценник такой. Ребята говорят, что они просто только открылись. Пожалуйста, на ассортимент, чтобы не разочарывались. Но мы к ним придем еще раз, потому что у этой столовой самые хорошие отзывы. Вход на параллель, с правой стороны столовая номер один. Welcome. Давайте посмотрим, что здесь и как. У нас Светлана уже пошла. Белый хлебушек в зале. То есть есть ложки-вилки, есть подставочки для посуды. Я так понимаю, что здесь в холодильнике будет мясо размещено. И поехали смотреть. Пирожное по 70 рублей. Все, в холодном цеху. Ты будешь пирожное? Нет? Точно нет. Пошли дальше. Хочу лимонник. Давай. Сравнивайте. Цены в Крыму 50 рублей. Правильно? 35 было тоже. Возьми, пожалуйста. Компот сухофруктов. Я знаю, что наши подписчики все смотрели. И смогут сравнить, допустим, ценник здесь. Видите, сделай ценник, который мы видели в Крыму. Может, это будет интересно. Я тоже такое хочу. А может, подожди, подожди, мне интересно. Здесь вот такой 85 рублей салат снежный краб. Крабовая палочка. Это настоящий краб? Позьми, пожалуйста. Хочу. Хочу. Оливье по 60 рублей. Компотики. Все, заходим дальше. Сметана 25 рублей. Идем дальше. Запеканка творожная 50 рублей. Борщ. Борщ 50. Есть борщ с мясом за 70. Суп лапша. Суп грибной. Суп харчо. Солянка. Солянка 85. Мне интересно, 130 цвета, 120 это было по-божески. Можно соляночку, пожалуйста? Яичку. А борща нету? Борщ есть. А борщ с мясом, который? Есть мясо, есть без мяса. Давайте мне с мясом, я понял. Хотел харчо попробовать, жалко. А с грибной есть? Есть кубчик. Кисадильо с сыром. Сколько я не слышал. Да, зелени, сметаны не надо. Куриная грудка. Курица 70. Чем больше, чем? Мне приятно. Мы спросили о съемке, ребят. То есть я подошел. Мне вышли, разрешили. Сказали, снимайте, пожалуйста. Без проблем вообще, без всяких. Отдневная свина 95 рублей за 100 грамм. То есть она весовая порция идет. Блины творогом 1 штука 40 рублей. Блины с мясом 1 штука тоже 50 рублей. Отдневная куриная 85 рублей за 100 грамм. Стейк из семги. Порель. Это рачок. Мне сказали, что сейчас мало у них выбора. То есть они еще не готовы. Я не знаю, что туда будет сезон. Это грибной. Раз, супчик взяла. Каша овсяная, каша дружба. Дружба это из нескольких, я так понимаю, сделано злаков. Я не знаю, что я еще хочу. Мне надо посмотреть, что она остановит. А то может быть я ищет. Чтобы я не просил, что она остановит, пожалуйста. Ну а куда-то я убрал, пока. Борщ, борщ действительно у меня оказался с мясом. Прям мясо можно даже потом не делать просмотр. Так, а мы двигаемся дальше. Посмотрим, что здесь еще есть. Котлеты домашние 800 рублей, котлеты куриные 70, тефтели 90, плов. Плов, причем я так понимаю, она походу с говядиной, грибы. Можно плов. Раз, да. Макароны, рис, гречка, пюре. Макароны не по 80 рублей, это уже радует. Здесь разрисовочки тоже есть. И смотрим, что там еще имеется. Картофель по-деревенски. 50 рублей, отлично. Все это там что-то надолго прям задумалось. Что-то это. Я посмотрю, что она жареная, да? Нет, это как? Но она не жареная. Не знаю, я тепло взял. Это на костре, то есть. Понял? Кого-то решила взять. Грудку? Куриная грудка, 100 грамм, 80 рублей. Нормально. То есть можно было взять, допустим, такое мясо. Ну, это уже жирное, это уже нельзя. Уже нельзя. ПП. Да, я вижу. У меня сын, знаешь, как на него текут? Нет, у меня есть такой. Я плов взял с себя. Все здесь посмотрим по столикам, в принципе. Места очень много. Еще раз говорю, я пришел, во-первых, по-тихому скажу. Здесь работает моя подписчица. Есть уже люди сегодня. С того открылось первый день. Огромное помещение. То есть места, в принципе, хватит всем, я думаю. Есть также бар. В принципе, все продается. С этой грибы пришел щекануть. Все, сейчас Светлана. Если бы ты еще соус не взяла, то забирай. А, то есть я думал, ты для салата взяла, нет? Двигаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз считаем. Посчитаем. Бон, чтобы денег хватило. Греческий, не Цезарь, да? Лимонные. Ну, я бы его провела, как он будет. Они просто по одной цене. Да, конечно. И там будет соус, лекарь, да? И грибы 0,16, а 0,16, да. Приговор. 758. 758, блядь, спасибо. Так, смотрим. Санузел. Санузел чистенько. Салфетки сухие. Поступал открыто. И давайте смотреть, что у нас по цене вышло. 758 рублей. Ну, допустим, смотрите, минус салат, если откинуть. То есть какие-то моменты, да, то есть братья было бы немножко дешевле. Жульена, я так понимаю, это грибы считаются. Дорого, недорого, пишите. Сейчас главное, чтобы было вкусно. И мы посмотрим. То есть почему берем, допустим, такие блюда, да? Салфетки, чтобы они были максимально, как бы, правдивы и больше подходили большему количеству людей. То есть я попробовал солянку бы. Сейчас уже борщ всем надоел. Ну, борщ с мясом, в принципе, заходит за полтинник, можно было борщик без мяса поесть. Но здесь мясо как во втором, наверное. Сколько здесь, ой, с мясом? 70 рублей. И покажи у себя этот, просто что там. Грибы, грибы. Грибы, картофель. Грибы. Обещаю их вот так надо. Все, давайте пробуем. Салатик, все остальное посмотрим далее. В общем, борщик, на самом деле, необычно было немножко. Сладковатый такой вкусик у него был. Свеклы достаточно. Мне он понравился. Что еще хочу сказать, вот по поводу плова. На самом деле, вкусненькое мясо достаточно. Попробую мясо. Ну, честно, плов вкусный. Реально вкусный. Кстати, так и не понял, настоящая она или нет была. Плов был просто восхитителен. Попробовал курочку и грибу у Светы. Мне, честно, понравилось и то, и то. Салатик, как Светлана, сейчас доедет еще. И вам тоже даст отзыв салат. Я еще не пробовал. Нарезал курочку, грибочки. Я не знаю, как ей, конечно, грибочки. Выглядит он очень хорошо. Отзыв уже после еды у нее будем брать. Что, Светлана, как тебе данное стало? Вообще, в целом, понравилось, конечно, грибной суп понравился. Его прям проглотила, не заметила. Салат очень понравился. Он был свежий, из свежих овощей, что самое главное. Он не залежался, был упругий, твердый. Это значит, недавно покрошенный и еще не настоялся. А вот по поводу гриль и шампиньонов. Шампиньоны вкусные претензий нет. То есть, там, маринад просто непривычный, но есть можно. Протушенные они хорошо приготовлены. Насчет гриль тут на любителя. Возможно, просто, ну, грудка не мое. А с другой стороны, грудка. Грудка. Я грудку сширала. Грудка сширала. Я все понял. Грудка или твое, я понял. И грудка не мое тоже. Не, надо просто было посочнее брать мясо. С другой стороны, я сегодня специально, может быть, кто заметил, выбирала такое более-менее диетическое меню, потому что, ну, написали, что я прям набрала вес, я стала тоже замечать. Поэтому, может быть, еще и похудею заодно. Так, как-то так. В общем, мы и побывали в этой столовой, как многие просили, еще в прошлом году. В этом году, как только она открылась, мы уже здесь, уже снимаем, уже для вас сделаем. И постараемся побывать вообще, наверное, во всех общепитах Витязева, Анапы. Хватило бы только денег, как говорится. Друзья, я надеюсь на ваши комментарии по ценам, по тому, как вы здесь кушали, не кушали, понравилось, если кушали или нет. Все комментарии остаются всегда под видеосюжетами. Пускай они будут полезны тем людям, которые приезжают сюда на отдых. А вы, если смотрите это видео, знайте, что в комментариях очень много всего интересного, потому что достаточно объективным быть даже два человека не могут, потому что вкус и цвет у каждого разные. Всем пока-пока, спасибо за просмотр. И еще по координатам, столовая находится на пересечении Южного проспекта и улице Черноморской с правой стороны, столовая номер один. Всем пока-пока. Отметить, что со столов здесь убирают, вам не надо уносить. Это тоже очень круто, на самом деле.